От капитанов и майоров до полковников и генералов. Они собираются вместе только по особо важным случаям. Сегодня в Чебоксарах поздравляли ветеранов внутренних дел и внутренних войск. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Слово Дмитрию Ковалеву. Теперь они принимают поздравления два раза в год. В ноябре, когда отмечается День полиции, и 17 апреля. Эта дата была учреждена в 2011. Отныне в России появилась новая традиция. В честь ветеранов МВД каждый год устраивают торжественные мероприятия. Только в Чебоксарах, в зале Дворца культуры имени Хузангая, по нашим скромным подсчетам, собрались около 300 офицеров в запасе. А по официальным данным, в стране сейчас проживает более 600 тысяч ветеранов внутренних дел. Они уже на пенсии, хотя в этой службе бывших сотрудников не бывает. Благодаря их опыту и сегодня раскрываются самые запутанные преступления. На их плечи возложена и пропаганда правопорядка. Часто они встречаются с подростками и будущими полицейскими. Одним словом, продолжают приносить пользу обществу, несмотря на преклонные годы. Об этом в своих выступлениях говорили все почетные гости. Поздравил с профессиональным праздником ветеранов и глава республики Михаил Игнатьев. За свою 30-летнюю историю Республиканский совет ветеранов стал мощной организацией, которая объединяет более 6,5 тысяч человек. И сотрудников, которые добросовестно служили и обеспечивали безопасность жителей и безопасность экономики. Выражаю вам глубокую и признательность за то, что добросовестно несли и продолжаете нести свою нелегкую службу, охраняя мир и спокойствие граждан, поддерживая стабильность в республике. Конечно же, сегодня вспоминали и об их заслугах. Многие из приглашенных на торжественное собрание участвовали в боевых действиях в Афганистане и Северном Кавказе, а также ликвидировали последствия катастрофы в Чернобыле. Традиционно на таких мероприятиях церемония награждения растянулась более чем на полчаса. Ветеранам вручали благодарности, памятные подарки, даже ордена. Георгий Фадеев один из тех, кто сегодня получил заслуженные награды из-за руглавы региона. Он работал не только в милиции, но и в системе МЧС. Его трудовой стаж до ухода в запас превышает 30 лет. На его счету не одна сотня спасенных жизней. Работа нечестного внутреннего дела, это значит много положительного. Потому что, во-первых, самому надо быть примером. Если ты встал на этот путь, если ты борешься с преступностью, если ты любым нарушителем, или работая в пожарной охране, значит здесь спасая людей, вот это тушить, это надо непременно и силой, и должно быть порядочным, примерно. И от этой традиции не откажутся никогда. В честь ветеранов внутренних дел эстрадные коллективы исполняли патриотические песни. Торжественное мероприятие завершилось грандиозным концертом. Медриковалев и Николай Яковлев. Республика.